Приветствую вас, Анна. Я вам уже отвечал на вопрос, который вы задавали, он был немножко другой, это был вопрос про ревность. Вы там писали про то, что ваш мужчина писал сообщение своей бывшей девушке, что вас напрягало достаточно сильно. И очень жаль, что на топ-вопрос вы выбрали лучший ответ, потому что люди старались, люди отвечали. Вот, поэтому, пожалуйста, если вам не сложно сделать свой выбор и выберите лучший ответ. Что касается данного вопроса, то он является как бы логичным продолжением вашего предыдущего, по крайней мере того, того, по крайней мере, вопроса, который вы выдавали. Вот. В том смысле, что и там, и тут вы, в общем-то, выступаете, на мой взгляд, в роли жертвы. Вот. И там, и тут вы выступаете, на мой взгляд, в роли человека, от которого вообще мало что зависит, и человека, который, к сожалению, ну, не совсем, да, отвечает за свои действия, не совсем отвечает за то, что... С вами, так сказать, происходит, да, свой выбор. Да, молодого человека вашего есть определенное, конечно, пристрастие к алкоголю, и... С этим нужно, вероятно, считаться, что молодой человек зависим в некоторой степени от алкоголя, потому что он периодически выбивает. И, да, проблема здесь не в чем-то конкретном, то есть проблема не в сексе, и в том, что он, например, как вы сказали, быстрый или медленный, да. А дело здесь именно в том, что это его выбор, то есть это выбор человека решать проблемы с помощью алкоголя. И можно, конечно, говорить о том, что это... Оральное поведение, например. Что это... Потребность... Молодого человека. В любви можно говорить о том, что он нуждается в любви. Можно говорить о том, что ему хочется любви. Вот. Да. Все это будет, в общем-то, правдой. Но, пожалуй, с одним только уточнением, что если с этим ничего не делать, то проблема сама по себе не решится. То есть, да, у молодого человека есть, у вашего молодого человека есть определенные трудности, есть определенные сложности. Вот. Это так. Но вопрос в том, хочет ли он решать свои проблемы. Если нет, то вы его не доставите. И тут на передний план выступает, собственно, ваша как раз-таки ответственность. И ваше желание решать самостоятельно свои проблемы. Что это значит? Молодой человек делает выбор в сторону, значит, решения проблемы через алкоголь. Хороший ли это выбор или плохой это выбор, не особо имеет значение. Вот. Не особо имеет значение, какой это выбор. Первое значение имеет только то, что он свой выбор делает. Он делает свой выбор. А вы свой выбор. Судя потому, что вы описываете, не делает. Потому, что вы спрашиваете, неужели он алкоголен. То есть, это сразу такая зависимость, высказывается зависимость от него. От него. И дальше вы спрашиваете, так, стоит ли сохранять семью или лучше развестись. Понимаете, тут ключевая проблема заключается в том, что вам нужна семья. Вот. Это ключевая проблема. Вот. Понимаете? то есть, вам, вас не особо волнует сам человек. Вам не особо волнует сам человек. Вас волнует именно вопрос сохранения семьи. И, конечно же, конечно же, здесь сразу возникает вопрос. А для чего вам семья? А почему вы нуждаетесь в семье? Понимаете? Какой вопрос сразу возникает к вам. Откуда эта потребность в семье? С чем она связана, эта потребность в семье? Вот с этим нужно разбираться. Потому, что свои, именно свои, определенные желания, вы пытаетесь реализовать через молодого человека. Вот. Ну, я надеюсь, не нужно говорить о том, что вам хорошего, хорошего, именно хорошего, вам это ничего не даст. Потому, что вы таким образом, по сути, ставите себя в зависимость, в очень сильную зависимость от мужчин. И он, мужчина, я имею ввиду, это может чувствовать и пользоваться. А если он это чувствует и пользуется, то уж и подавно что-либо менять, он скорее всего не будет. Поэтому здесь встает вопрос о том, насколько вы можете, насколько вы готовы полагаться на себя. Если вам по той или иной причине сложно полагаться на себя, если вам по той или иной причине трудно на себя полагаться, то это... вопрос психотерапии. Это вопрос психотерапии, который нужно решать. Решать, в первую очередь, конечно же, с вами. Ну, потому что это напрямую зависит от вас и напрямую связано с вами. Такая вот история. Первым шагом, как я думаю, было бы поисследовать ваши желания, поисследовать ваши потребности, которые у вас... есть. И поискать подходящие вам пути их реализации. Подходящие вам возможности для их реализации. Вот. Естественно, при условии, если вам этого хочется. Естественно, при условии, если вы к этому готовы. И естественно, при условии, если вы хотите что-то делать для того, чтобы изменить ситуацию. Ну, это всё, Анна. Вы можете посмотреть в интернете информацию про созависимые отношения. Я думаю, что в общем и целом для вас это не будет бесполезно. Вот. Я думаю, что в общем и целом вам это будет даже интересно. Потому что есть, к сожалению, все основания полагаются, что вы созависимые в этом контексте, контексте, ну, в контексте, в контексте вот отношений с мужчиной. Есть все основания полагаются, что вы, что вы именно созависимые. И если это так, то из созависимости вам нужно выходить. Вот. Сами вы из созависимых отношений, ну, скорее всего, выйти не сможете. Потому что вы этого возможно даже не осознаёте того, что вы созависимые. Вот. Ну, должны ли вы осознавать подобные вещи или нет, это уже вопрос несколько другой, конечно. Вот. Но тем не менее. Так мне видится ваша проблема. Так мне видится ваша ситуация. И именно так, именно так, мне кажется, ее и нужно вам решать. То есть через простраивание, через простраивание личных границ с вашим молодым человеком. В простраивном случае я боюсь, что вы будете ни много ни мало страдать и жить себе в ущерб. Потому что молодой человек, он без, скажем так, приемов, без приемов жестокой любви. Точнее, наверное, правильнее было бы сказать мне не столько, а жесткой любви. Без приемов жесткой любви. А молодой человек, он не изменит своего поведения. Вот. Прямо, когда он будет чувствовать от вас, что вы зависимы от него. Что вы нуждаетесь в семье, что вы хотите, вот, семью и прочее, прочее, прочее. Ничего хорошего в этом нет и в принципе быть не может. Итак, нуждаемость в семье поднимает, кстати говоря, вопросы, связанные с, например, вашей реализованностью, связанные с вашей осознанностью того, куда вы идете по жизни, например. То есть все эти вопросы, которые становятся основаниями для вашей зависимости. Их можно и нужно разбирать. Вот. Естественно, при условии, если вы хотите это делать. Естественно, при условии, если вам интересно. И при условии, если вы заинтересованы в том, чтобы над собой работать. Ну, почему я все это говорю, потому что, исходя из предыдущих ответов вам на вопрос, я не увидел у вас такого прям сильного рвения над собой работать. Вот. Опять же, я вас ни в коем случае не обвиняю, да, не хочу, не хочу, не хочу вас обвинять в чем-либо. Вот. Ну, просто говорю то, как мне это кажется, как мне это видится. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.